Здравствуйте, уважаемые студенты! Начинаем нашу лицо по дисциплине цифровая экономика. Первое занятие «Формирование, развитие и реализация цифровой экономики». Первое занятие «Изучить сущность цифровой экономики и разобрать политическое исследование и информационно-экономических законов». План лекции состоит из трех вопросов. Сущность и понятия цифровой экономики, экономическое мышление цифровой экономики, политическое исследование информационно-экономических законов. Цифровая экономика представляет собой хозяйственную структуру, основанную на информационных технологиях. Поэтому ее предметом являются информационно-цифровые производственные отношения, современные экономические предваречия, экономические интересы и новые экономические законы. Соответствующим же подходом к ее анализу выступают сегодня методы информационно-сотового исследования. В этой связи во введение данной работы ставятся проблемы становления новой цифровой экономики в Казахстане, определяется ее предмет и метод, и выражается история и логика ее развития. Так, в современных условиях экономического развития Республики Казахстан одним из принципиальных моментов представляется осознание и строительство таких новых информационно-цифровых основ, благодаря которому можно было бы выйти на передовые международные позиции. Информационно-цифровой прорыв и ускоренное хозяйственное развитие Казахстана позволят безболезненно и совместимо интегрироваться с единым международным информационно-цифровым экономическим пространством. Такой безальтернативный прорыв возможен только при полном облегчении интеллектуальных и цифровых ресурсов и информационных факторов экономико-рыночных процессов, таких как информационно-цифровая компетенция, компьютерная грамотность, высокий уровень индивидуального и общественного знания, качественное образование, инфровизация, сплошная компьютеризация, информационность и мышление, новые информационно-цифровые и социально-рыночные технологии и реинжиниринг. Такие конкретные шаги и создают основы современной цифровой экономики. Именно в условиях цифровой экономики, в структуре стратегического управления становится возможно применять методы оптимального планирования и прогнозирования, эвристические экономико-математические и синергетические методы, а также методы сценариев и так далее, которые позволяют реально превосходить будущее социально-экономическое развитие нашей страны. Развернувшаяся цифровизация Казахстана выражается не только в создании единой системы электронного документа оборота, также продолжаются работы по развитию системы, экспертизы информационно-рекоммуникационных систем и программных продуктов, сертификации программ и баз данных на уровне мониторинга, состояния информационно-рекоммуникационных ресурсов. Интенсивно ведется и продолжается разработка депозитарий программных кодов, мониторинга интернет-ресурсов, рейтинга и статистики казахстанского сегмента, интернет-ресурсов, государственных органов и тому подобное. Таким образом, цифровизация Казахстана формирует основы для предложений и спроса современных информационных технологий. Можно сказать, что Казахстан входит в лидирующую группу стран постсоветского пространства в деле разработки, внедрения и применения единой системы электронного документа оборота государственных органов. При этом формируется среда для накопления, объявления и управления банками данных и базами знаний, которые соответствуют требованиям международного стандарта. В области цифровизации в Казахстане проведены и проводится целый ряд научно-исследовательских работ, например, на такие темы, как театические проблемы цифровизации, управления и создания информационных систем, разработка научно-методических основ формирования и использования цифрового ресурса, научно-технической информации Республики Казахстан, формирование цифровых массивов, отражающих научно-технический и интеллектуальный потенциал Республики Казахстан, разработка и внедрение новых автоматизированных информационно-цифровых технологий, интеграция государственной системы научно-технической информации Республики Казахстан в мировое информационно-цифровое пространство, а также разработка рейтингов и информационно-цифровой аналитической системы оценки деятельности вузов и экспертизы научно-технических проектов и другие работы. Вместе с тем необходимо пропаганда и доведение результатов научно-технических работ до уровня каждого индивидуального и общественного сознания. Например, известны общие и отличительные особенности между понятиями информационно-цифровая компетентность и компьютерная грамотность. Так вот, с позиции герменевтики и информационно-цифровой компетентности даже два специалиста в области информатики под одними и тем же терминами понимают совершенно разный, порой и противоположный смысл. Сегодня в обществе Казахстана в нашу жизнь интенсивно входят такие новые понятия цифровой экономики, как токены, майнинги, биткоин, криптовалюта, эфириум, боткоин, блокчейн, определенный реестр и так далее. Во всех этих изменениях и трансформациях традиционной экономики существенное место занимает категория информации. С научной точки зрения использование таких свойств информации, как неуничтожимость, возобновляемость, экспонентный рост и синергетическое воспроизводство, мгновенная распространяемость, как по вертикали, так и особенно по горизонтали, саморазрастаемость и так далее, достигнув критической точки, привели к иным преобразованиям в социально-экономической жизни общества. Цифровой экономике должно соответствовать новое экономическое мышление. Такое мышление может не только отражать современную реальную экономическую действительность, но и обережать ее. Более того, воздействовать на нее, поскольку самой отличительной чертой современного экономика цифрового мышления является его соответствующая быстротечная материализация. Типичными примерами таких моментов у нас в Казахстане является повсеместная реализация государственной программы «Информационный Казахстан-2020», «Своровой Казахстан-2025», а также законов Республики Казахстан об информатизации, об электронном документообороте и электронной цифровой подписи, о едином информационно-экономическом пространстве. Кроме того, продолжается интенсивное внедрение и функционирование принципов электронного правительства, интегрированной налоговой информационной системы, автоматизированные таможенные службы, платежные карточки, электронных денег, электронных автоматизированных, мультфактских расчетов и тому подобное. Каковы же особенности элементы и факты современной экономической действительности, которые формируют новый стиль экономического цифрового мышления? В этой связи реально можно привести следующие замечательные качества цифровой информации, как неуничтожимость, самовозрастаемость, самовозрастаемость, саморазрастаемость, самоуправляемость. Цифровая информация в одной форме управляет и определяет цифровую информацию в другой форме. Самоорганизуемость, развиваемость, возобновляемость, сочетаемость, ограниченность, синергетичность, целенаправленность, ценность, вращеная ценность, интеллектуальность, первичность, идеальность, материальность, кодируемость, своевременность, полнота, достоверность, программатичность и так далее. Организация современной экономической деятельности происходит в условиях информационно-сифрового общества, которое характеризуется развертыванием новейшей информационно-рекоммуникационной революции, с обновлением информационно-сифровых технологий во все сферы общественной жизни, становлением глобальной информационной цифровой экономики, электронных видов занятий, электронных форм государственного и корпоративного управления, формированием инфосферы и глобальной сетевой среды экономического общения. Перспективы дальнейшего развития информационной цифровой экономики в Казахстане во многом будут зависеть от того, насколько глубоко ученые и практики проникнут в тайну цифровой информации, познают законы цифровой информации, насколько успешно они обладают методами управления информационно-сифровыми процессами в обществе и средствами ее производства, накопления, обмена, анализа, переработки и практического использования в целях достижения устойчивого развития экономической деятельности. Итак, если говорить в целом об информационно-сифровом стиле мышления в организации современной экономической деятельности в Казахстане, то становится очевидным, что такой стиль объективный и неизбежный становится реальной действительностью во всех сферах социально-экономической жизни страны. Стиль мышления современного индивида становится сегодня не столько оффлайн и апостериорным мышлением, а сколько преимущественно онлайн и априорным опережающим и убеждающим информационно-сифровым мышлением с реальным масштабом времени. Кроме того, сегодня и на будущее в организации современной экономической деятельности она выступает преимущественно информационно-сифровой, интеллектуальной деятельностью в условиях роста роли информационно-сифровой, интеллектуальной собственности, предсвоение информационно-сифровой и интеллектуальной ренты, а также производство и потребление имущественно-информационно-сифрового и интеллектуального продукта. На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...